Таблиц про доброту. Что значит быть добрым? Ну, надо сначала понять, что есть люди, которые хотят быть хорошими, и из-за того, что они хотят быть хорошими, они пытаются быть добрыми. Но не потому, что они добрые, а потому, что они хотят быть хорошими. Вот я против такого. Не надо хотеть быть хорошим. Нужно воспитывать в себе желание, и прямо воспитывать. Прямо уходить или леять его. Давать людям что-то, получая удовольствие от того, что вы это делаете. И когда вы так будете делать, вы будете добры, и в этом не будет лукавства. Стало ли сейчас в мире меньше доброты? И если да, то почему? Доброты стало очень мало. Почему? Потому что, во-первых, социальности стало хуже. Люди просто антомизируются. Нет взаимодействия такого полноценного между людьми. Второе – изобилие. Ну, конечно, кому там этот жемчуг мелкий, кому щи, там какие-то не такие. Но в целом, по сравнению с предыдущими историческими периодами, у нас, конечно, доброты меньше, потому что не надо делиться. Понимаете? Вот вы когда делитесь, вот тогда есть доброта. А когда у всех все свое, ну, как бы, и какой в этом, собственно говоря, прок. Ну, и третье обстоятельство, крайне важное. Значит, вообще, всегда же существовала такая мораль, такая нравственный закон, Канта говорил, нравственный закон внутри, на его человека. А сейчас, понимаете, нравственный закон поперт, взяли и поперли его, нравственный закон. Поэтому внутренней такой потребности в том, чтобы быть добрым, в культуре нет. Есть стяжательство, эгоизм, эгоцентризм, и жестокость, и самолюбование. Еще мне продолжать список казаться. Как связаны между собой ум и доброта? Ну, вообще, есть разные пороги. Потому что можно быть не очень умным человеком и быть добрым. Но это такая доброта, скорее, как свойство натуры. Но ум, вот, доведенный, так сказать, до, прямо, ну, так, мудрости, я бы прямо сказал, он дает вам понимание ценности быть добрым. И вы добры не потому, что у вас хороший этот склад характера, а потому, что вы промыслили это. Это стало вашей частью, вашим пониманием. Можно ли оставаться добрым в любой ситуации без ущерба для себя? Да нет, ну, ущерб, вы знаете, ущерб. Невозможно прожить жизнь, не потерпев ущербов. Вот. Ущербы – это естественные фазы, так сказать, нашей жизни. И вопрос просто, как вы к этому относитесь, способны вы через это пройти, как бы, сохранив, ну, уважение к самому себе, ну, это тогда ущерб пренебрегаемый. Вот. А если вы себя, как бы, растеряли в результате таких действий в отношении вас, тогда, какая-то, беда и ущерб. А вы считаете себя добрым человеком? Ну, я могу быть жесткий такой, суровый могу быть, но по делу, вот. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Вот. Поэтому я точно не добродушный. Вот. Потом я на все смотрю так очень печально в целом. К сожалению, все мои печальные представления происходящим оправдываются. Вот. Но я не ожесточенный, я доверяю людям. И я хочу, чтобы им было хорошо. Мне это важно. Большое спасибо. Приходите еще.